В середине июля начал работу летний лагерь, действующего при храме Святой Живоначальной Троицы города Таганрога Православного центра военно-патриотической подготовки молодёжи «Пересвет». Утром 16 июля, после построения и молебны на плацу у Свято-Троицкого храма, старшая группа центра под руководством наставника и тренера по рукопашному бою Александра Ивановича Цирюты пешим строем выдвинулась в направление Алексеевского леса. В основу специальной подготовки «Пересветовцев» положена система Алексея Кадочникова. И в дни, когда Алексей Алексеевич, легенда российского спецназа, советский офицер с большой буквы, человек, который создал науку побеждать, отмечает свой 75-летний юбилей, кадеты и казаки из центра «Пересвет» решили сделать ему подарок, но подарок непростой. Марш-бросок по пересечённой местности в 75 километров «Пересветовцы» преодолели за 19 часов. В лесу, соорудив из подручных средств базу, пробыли три дня. Несмотря на все трудности, тренировки не прекращались ни днём, ни ночью. Тактическая работа спецподразделения с оружием страйкбол и встречный бой, занятия по рукопашному бою, приготовление пищи на костре, купание в речке и стирка камуфляжа после проведённой ратной работы. Ночные учебные тревоги «Пересветовцев» заставляли спать с учебным оружием. При приёме пищи оружие также не выпускалось из рук, оно просто перебрасывалось за спину. С 19 июля отряд «Пересвет», сменив место дислокации, разместился в доме отдыха «Солнечный» в курортной зоне Краснодесантского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области. А 24 июля завершились организованные совместно с Таганрогским благочением и районной администрацией соревнования на Кубок главы администрации Неклиновского района. В соревнованиях приняли участие курсанты православного центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Пересвет». В программу длившегося почти целую неделю военно-спортивного праздника входили соревнования по футболу, рукопашному бою, бегу, подтягиванию, отжиманию, разборке и сборке автоматов, строевой песне и многое другое. На финальные соревнования и показательные выступления прибыли основатель центра «Пересвет», благочинный Таганрогского округа протеерии Тимофей Фетисов и заместитель главы администрации Неклиновского района Василий Фёдорович Даниленко. По завершении соревнований победителям в военных и спортивных дисциплинах были вручены кубки и почётные грамоты от главы Неклиновского района. В этом году наш ежегодный лагерь, в этом году он называется «Пересвет-2010», имеет несколько другую структуру организационную, и этому были объективные причины. Но, тем не менее, всё получилось как нельзя лучше. После лесной части нашего лагеря мы прибыли в расположение этого дома отдыха, где вместе, можно сказать, с другими отдыхающими здесь детьми наши ребята пребывали в течение недели. Для самих ребят это, конечно, были весьма удобные и комфортные условия. Они ежедневно проводили свои спортивные мероприятия, состязания, занимались строевой подготовкой, военными спортивными мероприятиями. А в конце их день увенчивался вечерней молитвой, общей молитвой в храме Святой Равнопостоли Марии Магдалины. И, конечно, вся эта жизнь лагеря проходила на глазах окружающих. Ребята проявили высокую дисциплину, они действительно были вот такой красноречивой проповедью для тех людей, которые приехали сюда со всех уголков страны. В нашем случае проведение летнего лагеря именно в этих стенах, в этом месте стало своеобразной миссией церкви, свидетельством того, что церковь занимается с молодежью, а молодежь охотно идет в церковь, когда видит, что люди церкви интересуются молодежью, хотят для нее сделать что-то. Вот такой, наверное, главный итог нашего лагеря «Пересвет-2010».